Субтитры делал DimaTorzok В роли Адама Дженсона вы окажетесь в Праге, городе, потрясенном до оснований из-за недавнего взрыва на станции Ружечка. Чтобы раскрыть, кто действительно ответственен за теракт, расследование которого затруднено и с прочным видеоохранной системой, вы должны полагаться как на свою агментацию, так и на мини-агента, работающего под прикрытием. Ну что ж, новая игра, поехали! Продолжение следует... Дженсона, хорошо, что я тебя перехватил. Помнишь теракт, который по тебе прошелся? Шутника и себя строишь. Да блин, чего я несу? Помнишь, конечно. Чего-то я явно не в форме. Летел сюда со всех ног и... Чан, давай ближе к тебе. Хорошо. Помнишь ту испорченную запись со станции? Ту искаженную картинку, что указала на КПА? И что с ней? Там на станции Ружечка работает женщина. Она пыталась связаться с Интерполом. Говорит, у нее есть информация по записям с камер слежения. Вроде бы может встретиться и рассказать. Вот о таких вещах хотелось бы узнавать заранее. И что насчет этого сказал Миллер? Миллер ничего не сказал. Я с ним об этом не разговаривал. Пока. Утаиваем информацию от начальства Чан. А то они многое нам сообщают. Эта женщина, она была очень нервной. Если она знает, кто террорист Дженсен, тебе бы встретиться с ней побыстрее, пока ее не перехватил кто-то еще. Где она? Она ждет в переулке на улице Штур. Ее зовут Павла Килманович. Хорошо, посмотрим, что ей известно. Павла Килманович? Сакра, вы аугментированный. Я... я не думала, что они пришлют... Да, это я. Вы из Интерпола? В данный момент да. Мне сказали, у вас есть информация о теракте на станции. Да. Нет. Может быть. Я там работаю. На станции Ружечка в отделе внутреннего наблюдения. Меня там не было, когда взорвались бомбы. Смена еще не началась. Но я уже шла на работу и услышала... И все равно туда пошла. Убедиться, что моей коллеге... Все было полностью разрушено. Я знаю, я там был. Не торопитесь. Было ужасно. Вокруг сплошной хаос. Когда явился тот человек из Тарвеса, у меня в голове была каша. Тарвес? Частная охранная фирма? Он... Он сказал, что проводит расследование. И я... Я ему поверила. И дала ему код к серверной. Я понимаю, что не должна была этого делать. Но он... Был похож на полицейского. И я... Он как-то... Испортил записи. Как он выглядел? Он назвал свое имя? Нет. Он не представился. Скажу вам честно, когда я вижу человека в форме, я уже не приглядываюсь. Он был похож на солдата. На солдата-британца. У него был заметный акцент? Да. Откуда вы знаете? Я долго служил в полиции. Когда после взрывов появился этот британский солдат из Тарвеса? Я... Я не помню. До приезда полиции. Я... Я рассказала вам все, что знаю. А теперь уходите. Все хорошо. У нас просто дружеский разговор. Я вижу, вы чем-то напуганы. Но я не из полиции. Ничто из того, что вы скажете, не будет использовано против вас. Я... Я подумала... Все хорошо. Продолжайте. Я подумала, он просто делает копию. Для протокола. Но когда приехали настоящие полицейские, он... Он схватил меня и сунул мне кредитный чип. Там достаточно средств, чтобы помочь многим жертвам теракта. Моим коллегам. Но они его не взяли. Сказали, чтобы я позвонила в Интерпол. Так вот, почему вы не связались с нами раньше. Он вас подкупил. Теперь вы меня арестуете. Я вам уже говорил. Я не из полиции. Надеюсь, вы вспомните что-нибудь еще, если я вас отпущу. Я рассказала вам все, что знаю. Но если что-то вспомню, то свяжусь с Интерполом. Спасибо. Чан, я поговорил с Павлой Килманович. Выходит, что кто-то из Тарваса добрался до сервера в записями сружечки раньше полиции. Тарвас? Что? Ты считаешь, они испортили запись? Но зачем? Зачем это им, Дженсен? В смысле, я же не могу просто им позвонить и спросить. Спрашивать буду я. У них же есть представительство в Праге, да? Да, на узловой станции. Это станция метро. Я тебе сообщу, если что-то узнаю. Погоди, Дженсен. Узловая станция закрыта. Пока нет информации, почему. Но я сейчас применю свою магию. Есть! Открыл тебе доступ в поезд. Теперь должен доехать без проблем. Субтитры сделал DimaTorzok. Эй, сюда нельзя. Здесь поезда не останавливаются. Я из Интерпола. Мне надо поговорить с кем-нибудь из руководства Тарваса. Прошу прощения, но у нас сообщение о бомбе снаружи. Мой лейтенант дал приказ никого не пропускать. Каждый вправе либо уйти, либо ждать, когда все прояснится. А я стою на посту. Хорошо сработал с поездом, Чан. Но у нас тут новые проблемы. Все закрыто из-за страха перед террористами. Значит, я не смогу заняться Тарвасом. Есть еще один путь. Я уже бывал в этом офисе. Посередине здания есть зона доступа, соединенная со станцией. Но если ты ей воспользуешься... Я вломлюсь в офис охраны фирмы. Как думаешь, мне спасибо скажут, если я найду брешь в их защите? Ха, наверное, нет. И особенно, если они пытаются скрыть свои связи с КПА. Свяжемся, когда доберусь до их командного центра. Отбой. Итак, у нас ничего не прокачано. Давайте прокачивать. Сколько у нас доступно очков Праксис? Доступно у нас 15. Значит, я предлагаю это первым же делом суперзрение. Поиск нужных предметов. Экономия батареечки. Отличненько. Дальше. Значит, невидимость. Также экономия батареечки. Так, СПА полной. Пять очков. Первым делом давайте, во-первых, посмотрим пробивание слабых мест. Это раз. Во-вторых, попробуем удаленный взлом. Окей. Окейшки. Такс. И еще остался один Праксис. Давайте мы, наверное, все-таки его лучше в батареечку. Отличненько. Отличненько. Такс. В принципе, по идее, здесь у нас либо есть взлом, либо мы просто его обходим. Отличненько. Отличненько. Так, смотрим. Может быть, что-то здесь есть полезное. Инструкция работников станции или офицеров ТАПа соответствует. Да, что-то полезное точно есть. Во-первых, это электронная отмычка. И все. Можно открыть дверь. Ладненько. Идем дальше. Эта миссия очень короткая, поэтому мы с вами просто постараемся никого не трогать. Идем сюда. Так, с батареечкой. Кстати, батареечка. Надо будет свой инвентарь. У меня даже нет винтовочки транквилизаторной. Отмычка на нуле. Так, может появится. Пока вот так сделаем. Смотрим дальше. Так, у нас есть тут коп. Ага. Ну и вы собираетесь уже уходить или нет? Дождемся, когда они разойдутся. Они по-любому должны разойтись. Камера все равно у нас не палит. Так что... Нормальненько. Они же не будут здесь постоянно болтать. Ладно, салага. Можешь уже начинать тут наверх по карьерной лестнице. Можешь тут. Скорее всего разойдутся. Да. Они разошлись. Отличненько. Так. А мы идем с вами вот сюда. Дверь закрываем. Так. Есть слабое место. Тут у нас что-то есть. Поставим коробочку. Отмычка. Отмычка. Хорошо. Так. Слабое место у нас вот здесь. Тишина и покой. Замечательно. Так. Ничего полезного здесь нет? Здесь вроде у нас ничего полезного нет. Здесь то же самое. Есть только материалы. И еще слабое место. Так. Так. Здесь ничего. Не заныкали? Вроде пока я ничего не вижу. Так. Сюда. Отлично. Ха. Ну пока ничего полезного здесь не вижу. Как я уже сказал, мы с вами постараемся меньше кого трогать. Мы обсуждали кое-что серьезное. Итак, продолжим, пожалуй. Итак, шариф Индастрия собанкротилась и будет поглощена Тайюн Медикал. Что тут можно сказать? Так. Сохранник уходит. У нас извинение за поломку в конкурсе. Надеемся завтра и не обнимаем тело. Но сейчас получается, что мы просто стоим. Угу. Ушел куда-то вниз. Ну и хорошо. Дверь закроем. Так. Смотрим. Значит у нас карманный секретарь есть. Уважаемый господин Виер. Это напоминание о порядке предоставления рабочих перерывов сотрудникам. Для начала хотелось бы прояснить один момент, который часто вызывает вопросы. Все филиалы Тарвас подчиняются законодательству в том числе трудовому. Той страны, в которой они расположены. По законам Чешской Республики Блин, как всегда у нас проблемы с перекруткой. Мы не обязаны предоставлять нашим сотрудникам перерывы во время рабочего дня даже неоплачиваемые. С учетом того, что наша работа является достаточно опасной и требует постоянной сосредоточности, руководство пражского филиала Тарвас Секюрити сделало все перерывы на кофе-перекуры для личных бесед оплачиваемыми. Однако учтите, что длительность всех этих перерывов не должна превышать 20 минут. Сотрудник, нарушивший это правило, будет оштрафован и лишен премии. Это система, доказывающая свою эффективность в филиалах Тарвас Секюрити по всему миру. Надеемся, в будущем вы будете внимательно относиться к своему рабочему времени. Мы понимаем, что все сотрудники компании в первую очередь люди. У всех нас есть физиологические и психологические потребности. Даже машины нуждаются в отдыхе, иначе они могут сломаться. Несчастье у людей чинить намного сложнее. Большое спасибо. Окей, ничего полезного, в принципе, мы здесь с вами не нашли. Газетка. Это мы все уже читали. Оставь ты его. Такс. М-патроны. Ничего полезного не вижу. Бухло. Хорошо. Такс. Здесь у нас оружейное. Такс. Радио выключить нафиг. Что еще здесь есть? Отличненько. Такс. Ну, в принципе, все получается. Все полезное. Мы здесь с вами пособирали. Такс. Надо использовать батареечку, потому что уж очень быстро садится. и как амплитуды движения. Насыщен. Мне очень нравится. Моторы намного лучше, чем в прошлой модели. Насыщен. Мы полностью переделываем балансируем и ручной управлением. Класс. 20 секунд. Такс. Попробуем сейчас еще раз взломать. Потому что лучше идти, конечно же, верхом, чем по низу. Отличненько. Внимание. В связи с введенным режимом изоляции все сегодняшние собеседования отменяются. Такс. Я что-то слышал, сообщу. Давай быстрее. Хухухухухухух. Все нормально. Батареечка. Возвращаюсь на пост. Во-во. Возвращайся, дружище, на пост. Возвращаемся. Все хорошо прошло. Такс. Замечательно. Как можно тише, тише, незаметнее. Такс. Вроде пробрались. Хорошо. Все просто замечательно. такс. Такс. Ничего здесь полезного нет? Нет. Такс. Здесь у нас... лазерное наведение. Я не уверен, что мы просто выполняли приказ, пока еще одно лазерное наведение. Еще одно лазерное наведение соединить с нашим пистолетом. Такс. Ящик. Вискарь. А это кукла-ловушка была. Какой-то он нервный. Скорее всего, хозяин потом узнает, что кто-то лазил в его шкафу. Такс. Ну, здесь остался только компьютер. Третий уровень взлома. Но мы с вами используем отмычку. Так. Такс. Замечательно. Смотрим. Значит, камеры мы с вами вырубаем, чтобы никто не наблюдал. Роботами управлять не умеем. Дверь. Ну, эта дверь мне, в принципе, не нужна. А вот панель тревоги, да. Такс. Ну, пошли. В принципе, нам куда-то вот... Ага. Дверь-то как раз надо и открыть. Понял. Так. Ну, тогда лучше, конечно, подождать, когда тот... Хотя он может не заметить, что дверь открылась. Да. Он даже этого и не запалил. Ну что, дружище, собираешься сваливать? Отличненько. Так. Никого здесь не трогаем. Камер мы сейчас с вами вырубили. Чан, я в командном центре. Очень вовремя. Мисс Килманович снова звонила. Сказала, у парня из Тарваса было какое-то навороченное устройство. Вроде тех, на которые нужен запрос по имейлу и разрешение лейтенанта. То есть приказ могли отдать на самом верху. Посмотрю, что удастся обнаружить в кабинете лейтенанта. Его зовут Уитакер. И если я не ошибаюсь, его кабинет в Мезонине. Да. Окей. Так, идем через туалеты. Женский, мужской. Так, чувачок там у нас. Че, у тебя проблемы, что ли? Замечательно. Тихо. Снаружи на улице полицейские проверяют сигнал о бомбе, подложенный террорист. Пока станция закрыта, вы должны проявить себя с лучшей стороны. Что означает безоговорочно исполнять приказы Тарваса. Так, с приказа Тарваса. Это все. Продолжайте работу. Замечательно. Так. Мы, в принципе, почти с вами добрались до нужного места. Я предлагаю нам поставить батареечку. F1 и вперед. И черт бы с ним. Поехали. Я тоже помню. Да, да, конечно. Но, извини, сестры, я сделал все, что в Бейси. Лейтенант, вытекер? Не пора. Ты да. кто вы? Как вы попали в мой кабинет? Я из Интерпола. У нас есть основания полагать, что кто-то из сотрудников частной охраны компании Тарвас подделал улики на станции Ружечка сразу после теракта. Вам, конечно, об этом ничего не известно, как я понимаю. Интерпол? Вы о чем, черт возьми, говорите? Как вообще можно обвинять Тарвас в сотрудничестве с террористами? Я ни в чем не обвиняю Тарвас. Пока не обвиняю. Я пришел неофициально, чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию. Наверное, я должен быть вам признателен, но мы занимаемся безопасностью, агент, а не сокрытием улик. Так, попробуем договориться, угрожать о смысла я не вижу. Просто договориться. Послушайте, лейтенант, вы либо придерживаетесь политикой фирмы, либо что-то скрываете. В любом случае, произошел теракт, Интерпол проводит расследование. Посодействуйте мне, и я обещаю, что если в этом замешан кто-то из ваших сотрудников, я приложу все усилия, чтобы ситуация не обернулась к худшему. Очень великодушно с вашей стороны, но я уже вам сказал, что ничего не скрываю. Нельзя просто врываться сюда, когда у нас чрезвычайная ситуация, и сыпать обвинениями. А теперь уходите тем же путем, что пришли. И да, агент, если вы еще раз придете сюда без разрешения и без фактических доказательств правонарушений, я вас лично отправлю на тот свет. Я ясно выразился? Ух ты какой. Знаешь, ты что-то скрываешь. Хорошо. Ненужный лейтенант, я пришел не для того, чтобы выказывать неуважение. Я расследую дело, и нить тянется к вам. Ни к чему ваше расследование не приведет. Всем ясно, что взрыв устроила КПА. Точно говорю, что Тарвас с КПА никак не связан. Всего доброго, агент. Вот так вот. Ха-ха. Убирайтесь из кабинета. Мы закончили. Так, с F1. Троечка. Чан, поговорить с Бутекером это не вариант. Я обыщу его кабинет. Может, что-нибудь и найду. Ладно, Дженсен. Вот и замечательно. Так, с обычающим самого лейтенанта у него ничего, к сожалению, нету. Кроме патрона, а револьвер где-то возле головы почему-то лежит. Так, сладненько. Значит, на столе. Только компьютер есть, кстати, кнопочка. Ух ты. Комплект Праксис. И все. Всякое бухло. Компьютер по взлому у нас третий. Так что используем отмычку. Отличненько. Так, отмычки закончились. Это плохо. Отчет доктора для аугментированных. Вот отчет. Это у нас первое происшествие с этими людьми. Но я не буду здесь это читать потому что вряд ли это что-то полезное. Запрос на изменение кода. Лейтенант Уитекер. Код безопасности к личной комнате в вашем офисе был изменен на 4826 в соответствии с запросом получен с вашего электронного адреса. Если запрос был ваш, то данное письмо можно проигнорировать или удалить. Если же вы не делали данный запрос, проверьте безопасность вашей учетной записи и немедленно сообщите об этом в IT-отдел. Так, отчет Дилан Си. Вряд ли здесь что-то потери коды, подробные сведения нет. Ничего полезного нет. Аугментация найдена. Кодовыми на операции. Но это все не то. Единственное, что мы только выяснили это здесь есть код от какой-то секретной комнаты. Так, что тут еще есть? Ну, больше ничего в принципе я тут и не вижу. Убери свой пистолет. Электронная книга. Время для ответного удара Ашани Талвар. Глава 1, страница 4. Так, ну что, осталась комната. Да, у нас есть пароль. Замечательно. Оружейный склад. Инвентарь у меня полон. Так, по поводу гранат смысла нет. Мы и так уже все знаем про них. Так, ну в принципе здесь и все. Остается только сейф. Саймон, я не... Нелиза, мне сейчас не до этого. Эта чертова станция вся в огне. Я знаю, кто это сделал. Твой зять. Что? Я тебе говорила, что КПА пыталась его завербовать. Когда полиция узнает, что это был Иван, они придут за мной. Это можно поправить. Мы уже прикрывали записи с камерой. Если они еще не добрались до записи со стационных камер. Мне надо идти. Надо все сделать прямо сейчас. Я тебе позвоню, Мэл. Обещаю. Ну вот и раз. Значит, мы выяснили, кто взорвал. Чанс, делай так, чтобы для меня был поезд на узловой станции. Ты выяснил, кто испортил запись? Я узнал куда больше. Расскажу тебе все подробно, когда доберусь до штаба. Так, интересно, а мы сюда куда попадем? Так, помещение. Подсобное. Так, детальки, детальки. Ну, в принципе, и все. Гипостимчик, который мне, в принципе, не нужен. Так, слабое место. Тут, по крайней мере, пока тишина. Так, ничего полезного я здесь больше не вижу. Так, куда-то вышли, но мне кажется, лучшим вариантом, конечно, было уйти так же, как и пришли. Скорее всего, да. Лучше мы с вами так и сделаем. Хотя, не знаю, где мы находимся. Ладно, попробуем, посмотрим. Так, с камера взламываем. не получилось. А, мы в другом конце коридора, все понятно. Так, ну, это все в порядке. отлично. Отлично. Спускаемся спокойно. Элиза, Касан. Там еще камера. и второй зал для спарринга закрыты на время действия режима изоляции. давай посмотрим. Куда мы здесь выйдем? Такс. здесь, в принципе, можно спокойно побегать. Ничего полезного здесь все равно нет. Так, с эти камерами с вами вырубили. ломать клинок, ни один хакер даже близко не подошел к решению этой задачи. Только впустую тратят время. С вами Элиза, Касан. В прямом эфире. Так, давайте на всякий случай батареечку, потому что, мало ли... Ага. Так, понятно. Внимание! Третье стрельбище и второй зал для спарринга закрыты во время действия режима изоляции. Так, ну пусть он уйдет. Отличненько. штамм ступеркулеза, который быстро распространяется по индийскому соцконтиненту. Всемирная организация здравоохранения делает все возможное, чтобы обеспечить в вашем специалии. Так, с... Ф1. тогда уйдем с вами другим способом. Ха. Он просто увидел, что лазерной решетки нету. Хорош. В принципе, отвлекли внимание его. Ой, а здесь куча у нас всяких ходячих. Давайте мы с вами сделаем батареечку. Отличненько. Два очка Praxis. Прокачаем с вами падение с высоты. Так, ну что, батареечка не встала у меня в инвентаре? К сожалению, почему-то нет. Ладно. Такс, F1. Отличненько. Пошли наверх. Знакомая камера. Такс, ну что, спокойненько выходим. мы даже никого не трогали. Просто шикарно. Мы молодцы. Мы красавцы. В принципе, можно было, наверное, спрыгнуть. Ну ладно. Итак, пройдем. Такс, здесь у нас вниз. ну что, замечательно, мы красавцы. Сделали все по-тихому. окей, не будем. Нам туда и не надо. вот и все. Дело лофта. По-тихому сходили, по-тихому все выполнили, никого не трогали, кроме основного нашего лейтенанта, который был причастен камерам. Так, где мы поезд? Поехали. Чан. Быстро ты справился. Дженсон, черт не тяни резину. Кто террорист? И при чем тут Тарвес? Я нашел запись разговора Уитакера с сестрой. Ее мужа недавно завербовали в КПА. Это он устроил взрыв. Похоже, при этом он был просто пешкой и легко поддался чьему-то влиянию. В общем, лейтенант испортил записи с камер, чтобы защитить свою сестру от возможных негативных последствий. Отлично, Дженсон. Тихо, все провернул. В Тарвесе ничего не заметили. Хочется узнать ответы, которые не ведут к новым вопросам. Вот такое вот коротенькое дополнение. В принципе, неплохое. Мы узнали, кто взорвал станцуружечку и кто же у нас подделал камеры. Так что, все отлично. правда, немножечко открылось. Ладно, дорогие друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!